Причем Фридзон остается против, как кажется, более быстрого Хаспера Уэйра. Ох, какой пах отдаёт. И Йонас Еревко в высоченном прыжке добавляет мяч в корзину. ЦСКА «Зенит» второй матч. Финал 40 секунд до конца второй четверти. 39-35 в пользу ЦСКА. Алексей Швид выносит мяч из-за боковой линии и получает передачу назад. Играет пик-н-ролл с Милутиновым. Идёт передача на Николу. И в данный момент у нас достаточно интересная ситуация относительно пространства. Милутинов и Клайберн. Это одна часть нападения. Здесь всё понятно. Передача для свободного броска. А на второй части площадки, где стоит Алексей, Йонас и Каспер, у нас есть определённая проблема со спейсингом. И здесь происходит интересный момент, то, что делает Йонас. Он делает вход внутрь трёхсекундной зоны. Этот момент имеет двойное значение для нападения. Первое. Во время входа он разряжает пространство на периметре. Алексей и Каспер вдвоём остались на периметре вместо третьего человека. То есть третий человек – это Йонас. Он оттуда ушёл. У них больше возможности для атаки, если они получат мяч. Второй момент, который важен в этой ситуации. Помимо того, что Йонас сделал вход в трёхсекундную зону, его в конце входа ещё и потерял его защитник. В данном случае это Сергей Моня. Это важный момент относительно подбора в нападении. Ситуация следующая. Игрок делает вход с периметра, получает пустое пространство для снайперов, больше пространства для снайперов, и получает возможность побороться за подбор в нападении. Как вы видите, второй момент. Здесь сработал подбор в нападении. Йонас забрал мяч практически в одиночестве и добил его в одно касание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин